Одной из главных проблем Сочи до сих пор остается тема долевого строительства. За круглый стол руководства города специалисты профильных департаментов пригласили обманутых дольщиков. И начался он с подведения итогов. Если говорить о городе Сочи, у нас в реестре, подписанном губернатором и прокурором Краснодарского края, 221 проблемный объект. В финале мы имеем 18 задержанных лиц. Из них несколько уже осужденных приговором суда, в том числе и порядка 30, если мне не изменяет память, уголовных дел, которые расследуются специально созданной группой в главном следственном управлении Краснодарского края. На этот раз инициативная группа покупателей жилья в наиболее проблемных объектах курорта, их 28, детально изучила ситуацию по каждому жилому комплексу. Представители некоторых ЖК, выступив за трибуной, дали оценку тому, на каком сейчас этапе находятся решения их проблемы. А некоторые представители, например, жилого комплекса «Княжьи Подворья» пришли с конкретными предложениями, например, внести поправки в российское законодательство. Правильно ли мы понимаем на нашем с вами языке дольщиков, что администрация будет готова заключить мировое соглашение с реестром кредиторов, которые состоят только из физических лиц дольщиков? Тех, кто пострадал в результате действий за строительство. По ряду объектов уже принято решение о поиске новых инвесторов, которые завершат строительство. Муниципалитет, в свою очередь, готов разрешить достроить дома с учетом предоставления различного рода преференции. Их несколько. Увеличение числа квартир или расширение территории строительства, чтобы инвестор мог компенсировать затраты. Такой выход из положения, например, предложен руководству объектов «Зочи». А инвесторам ЖК «Фристайл», что в переулке Трунова, как раз позволили увеличить площадь застройки. И главное, подобные встречи и конструктивный диалог с властью надо продолжать. Только так можно сократить число проблем надлагостроив на курорте. Наша задача совместно с администрацией города Сочи и с вашим мэром Пахомовым наладить диалог и помочь жителям. Ту инициативу, которую сейчас поддержал Анатолий Николаевич, в том плане, что в судебном акте должно быть учтено в реестре кредиторов жители, которые оплатили свои дома, они фиксируются. Эти бумаги приносятся в администрацию. И тогда вот именно за этих жителей, которые оплатили свои квартиры, 100% администрации будет помогать. Мы считаем, что это большой успех, потому что до сегодняшнего заседания самострои стояли особняком. Мы не знали, с какой стороны к ним подойти. Но сейчас диалог уже налаживается. Предложения, которые озвучили на встрече, участники долевого строительства взяли на карандаш. Планируется, что представитель инициативно групп дольщиков донесет до депутатов Госдумы всю важность поправок в закон о защите прав дольщиков. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.